Столица маленькой корной республики Кыргызстан Начну я тоном гида Может вызывать много ассоциаций и награждаться различными эпитетами Но центр космических исследований обычно не входит в их число Тем не менее, в течение трех десятилетий, начиная с середины 60-х годов До окончания существования Советского Союза В этом городе существовало предприятие, получившее длинное аббревиатурное название ОКБ-ИКИ-АН-СССР, которое расшифровывается так Особое конструкторское бюро Института космических исследований Академии наук И, надеюсь, СССР не надо расшифровывать И, таким образом, Фрунзе был вовлечен в процесс освоения и изучения космоса во второй половине прошлого века Приборы, изобретенные и изготовленные во Фрунзе, участвовали в проектах по изучению поверхности Земли, Венеры, Марса Использовались в лунной программе И имели многие другие применения в военной промышленности, медицинской и так далее Связывая эту историю с темой нашего симпозиума, могу сказать, что ОКБ-ИКИ воплощает в себе сразу несколько обещаний коммунизма Это обещание космоса, как человеческого пространства познания Обещание социалистического развития Киргизии и всех стран освобожденного Востока, так называемого И обещание неочужденного труда, который сочетает в себе элементы творчества, интеллектуальной работы и традиционного производства Когда мы впервые случайно узнали о том, что в Советской Киргизии существовало такое предприятие Мы, конечно же, были очень удивлены И задавались вопросом, почему и каким образом в аграрно-скотоводческой республике появилась подобная институция Но такое вопрошение отражает в первую очередь доминирующее представление о том, как распределялась власть и знания в Советском Союзе То есть наше представление о так называемых центре и периферии в дискурсах о советском История ОКБ-ИКИ заставляет нас пересмотреть и усложнить наше понимание того, как эти отношения выстраивались в период позднего социализма То есть мы сейчас отходим от раннего советского периода и переносимся в поздний социализм Главный тезис моего сообщения сегодня заключается в том, что несмотря на свою уникальность так называемую Фрунзиское ОКБ-ИКИ было вполне закономерно А его существование отнюдь не было аномальным курьезом Напротив, комплексное изучение контекста позднего социализма, холодной войны, космической гонки Процесса дисталинизации, экономической реструктуризации страны вкупе с анализом местного контекста То есть окончательной деколонизации и индустриализации Средней Азии в Хрущевский период И Георгий в своем докладе уже упоминал исследование Артемия Калиновского Который этот тезис обосновывает кейсом из Таджикистана В общем, это все позволяет нам утверждать, что создание и функционирование ОКБ-ИКИ Достаточно легко вписывается в логику развития СССР в этот период Итак, в процессе этого еще не завершенного на данный момент исследования Опираясь на интервью с бывшими сотрудниками ОКБ Архивные документы, некую онлайн этнографию сообществ в одноклассниках и так далее YouTube материалов, материалы СМИ Я сформулировала три возможных объяснения появления и существования подобной институции на окраине СССР Эти объяснения совершенно не противоречат одно другому Напротив, я склонна считать, что комбинации всех этих факторов дают наиболее полное понимание контекста Условий и возможности существования Бюро Это три уровня объяснений, так сказать Первое — это внутренние преобразования, которые имели место в послевоенный период Второе — международный контекст периода Холодной войны Космической гонки и борьбы за влияние в странах Третьего мира Которые недавно освободились от колониального гнета И третье — я назвала ее закономерная случайность Когда стечение различных обстоятельств и случаев привело к нестандартному, но возможному в рамках существующей системы результату И позвольте вам более подробно объяснить ход моих мыслей через воссоздание хронологии событий, предшествующих появлению во Фрунзе ОКБ Эйки Давайте я вам покажу картинку, просто чтобы у вас было Это вот само здание ОКБ Эйки и цех производственных Архивные материалы нам дают такую историческую справку, что в феврале 65-го года на базе Фрунзеского филиала Государственного конструкторско-технологического бюро, или КТБ, сокращенно Управление радио- и электротехнической промышленности сред АССОВНаркоза Было создано Государственное КТБ Машиностроение и приборостроение Которое с августа того же года начало именоваться ГосКТБ по приборостроению управления машиностроения СОВНаркоза Киргизской СССР К концу же года, в декабре, это Государственное КТБ из ведомства республиканского Было передано в непосредственное подчинение Министерства приборостроения, средств автоматизации и систем управления уже СССР И через два года, летом 1967 года, это Государственное конструкторско-технологическое бюро по приборостроению с экспериментальным заводом Было переименовано в особое конструкторское бюро Института космических исследований и передано в ведение Академии наук СССР То есть, вот эта вся запутанная схема Мы видим, что КБ и Ки появилась как производственная часть Института общегосударственного значения в 1967 году И в первые годы так называемой Косыгинской реформы, которая пришла на смену Хрущевской реформе Эти институциональные предшественники ОКБ некоторое время кочевали между разными уровнями и формами госуправления От регионального совнархоза к республиканскому, а потом к союзному уровню От КТБ при промышленном министерстве стало производственным крылом научно-исследовательского института при Академии наук СССР То есть, моим первоначальным предположением было, что такая история, немножко запутанная, появление ОКБ во Фронзе Могла быть связана с проходящими в то время преобразованиями в экономике страны Где хрущевская децентрализация сменилась обратной, как бы, рецентрализацией И где переход от отраслевого принципа к региональному в итоге произвел некую гибридную производственно-территориальную форму управления Это было первое предположение, как бы, возможное объяснение, которое тесно связано с другим уровнем анализа Это международная политическая ситуация И уже я не буду подробно останавливаться, потому что Георгий очень хорошо объяснил, что происходило в регионе Тут я тоже, как бы, ссылаюсь на исследование Кальновского, который говорит о Нурек-Строе И о том, как вот приоритеты политические Хрущева, как бы, хорошо совпали с интересами элиты руководства Центрогазиатских республик Они смогли, как бы, лоббировать индустриализацию, модернизацию экономическую и культурную республик При этом, как бы, они стали союзниками Хрущева во внутренней политической борьбе И позиционировали себя, как незаменимые посредники, как незаменимых посредников в битве за сердца и умы третьего мира То есть, как бы, тут, как бы, среднеазиатские партийные лидеры, скорее всего, говорит Кальновский, не думали о себе, да, как о колониях Москвы И не мечтали о независимости, но, тем не менее, чувствовали материальное, культурное неравенство Не только по сравнению с Москвой, но и по сравнению с друг другом И в некотором смысле, вот эта волна деколонизации, происходившая за пределами СССР Послужила толчком для завершения деколонизации, в кавычках, среднеазиатских республик в рамках Советского Союза То есть, в этот период мы видим, что в республике открываются заводы, такие как ФИСПРИБОР, машиностроительный завод имени Ленина А позже уже появляются такие, как завод ЭВМ, наложено производство полупроводников Есть предприятия, которые занимаются изобретением и выпуском автоматизированных линий производства То есть, вот такие конвейерные технологии То есть, как бы это другой уровень объяснения того, как могло появиться такое предприятие И, наконец, читая различные материалы прессы ОБКБ, я наткнулась на статью в газете «Весть», в которой Михаил Добрьян, некогда сотрудник ОКБ «ЭКИ», позже ставший руководителем аналогичного КБ в Таруси в России, так описывает историю создания этого предприятия В середине 60-х годов я попал в КБ, где часть специалистов имела опыт проектирования приборов на спутники серии прогнозов В этих спутниках тогда впервые ставились эксперименты по изучению радиационных поясов Земли Выстроилась совершенно неожиданная цепочка Ученые МГУ имени Ломоносова, а именно Научно-исследовательский институт ядерной физики, которые занимались этой проблематикой, как-то вышли на фронтовский завод физических приборов и сделали первый заказ Как часто бывает, случайности выстраивают жизненный путь и человека, и целых организаций Институт космических исследований в Москве не имел своей производственной базы И наш главный инженер, то есть КБ Вафрунзе, был хорошо знаком с одним ученым языки, то есть Института космических исследований Они случайно встретились на отдыхе, разговаривались, рассказали друг другу о своих производственных проблемах и поняли, что вместе они смогут их решить Тогда все, что касалось космоса, решалось быстро, докладная записка военно-промышленную комиссию при ЦК КПСС, и все решилось буквально за пару месяцев Таким образом мы автоматом в 1967 году стали сотрудниками Института космических исследований И наша организация Вафрунзе стала называть Особое конструкторское бюро Здесь мы видим такую ситуацию, когда два человека встречаются на отдыхе Существуют какие-то такие возможности для людей из разных частей страны Встретиться на отдыхе, как бы разговориться, выяснить какие-то производственные моменты И как скооперироваться и решить, собственно, какие-то рабочие свои моменты То есть здесь мы видим, что это случайность на самом деле Но эта случайность, она закономерна в том смысле, что такие вещи были возможны в рамках существующих систем Другие воспоминания другого бывшего сотрудника Ташева Аллы Шарифовича, который сейчас работает заместителем отдела хозяйственной части Американского университета Он вспоминает, что тоже в апреле 1964 года из состава завода офис приборов Было выделено государственное конструкторко-техническое бюро приборостроения Так как своей территории не было, в качестве постоянной площадки для предприятия Выделяются территории и здания металлических кроватей Министерства местной промышленности При условии, что производство кроватей будет принято на полном ходу И утвержденный ранний план производства будет выполнен В это же время начинается производство приборов для изучения солнечного ветра с космических аппаратов прогноз То есть наряду с производством кроватей началась деятельность особого конструкторского бюро при Институте космических исследователей То есть мы видим, что это стечение факторов личного, местного, регионального, государственного, мирового, даже космического масштабов Все очень тесно сплетены в истории появления этого ОКБ И давайте я немножко подробнее расскажу о деятельности этого бюро Основной его задачей было выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторских работ И изготовление мелких серий приборов для научных исследований по заказу Института исследований космоса Специфика такого приборостроения определяла очень жесткие требования Приборы должны быть очень надежными, естественно, потому что они в космосе будут летать Малогабаритными, должны были иметь маленький вес, потреблять минимальное количество энергии То есть это было уникальное производство, потому что это не было серийным, промышленным, промышленных масштабов ОКБ ИКИ было самым передовым институтом Средней Азии Где в разработке оборудования для исследований космоса использовались новейшие технологии того времени Первыми приборами для космоса были радиометры космических излучений для первых спутников Земли R2 и R2M Первым в Союзе бюро внедряло в производство интегральные микросхемы, микропроцессорные комплекты, микроэлектронику, лазерную технику В 1978 году ОКБ освоило изготовление многослойных печатных плат, был сконструирован и запущен в космос Комплект фрагмент 2, многоканальный сканирующий спектрофотометр для исследования природных ресурсов Земли И с помощью сканирующих фотоприборов созданы новые географические карты с нанесением мест залежей полезных ископаемых Это имело большое значение для экономики страны Тут же были созданы различные гамма-телескопы Такие приборы, как ИСАВ, ПУМА, ПУНА были использованы в проекте Венера-Галея То есть когда комета Галея, она периодически подлетает к Земле Каждые 70 лет она максимально приближается к Земле И вот такой момент наступил, когда можно было запустить ей на хвост какие-то космические аппараты И изучить пыль, собрать информацию очень ценную И вот эти приборы тоже изготавливались здесь в Фрунзе То есть было спроектировано, изготовлено для различных прогнозов Марса, Венера, различных спутников Земли и других космических аппаратов Более 200 уникальных приборов и систем исследовательских На разработку и изготовление одного прибора уходило от 5 до 6 лет Изготовление космической научной аппаратуры, зачастую не имеющей аналогов в мире, диктовало полный цикл создания изделий То есть от концепции разработки технического задания, проектировки и так далее То есть там нужно было создать материалы комплектующие, собрать его, испытать, сдать заказчику Установить на космический летающий аппарат То есть вплоть до космодрома его сопровождали В бюро существовали разные конструкторские отделы Были разработчики, механические, монтажные, слесарные, сборочные цеха, отделы испытаний Все этапы процесса были произведены на предприятии Здесь вы можете посмотреть здание Оно до сих пор находится в Бишкеке на улице Токтагула Позже был построен еще дополнительный цех Где сейчас находится магазин Мега Комфорт Где там продаются различные строительные товары Ну то есть это было довольно-таки большое предприятие сравнительно для того, что они делали В 70-е годы в бюро работали около полторы тысячи человек И согласно воспоминаниям Оскара Данина, работавшего тоже в ОКБ в этот период ОКБ называли кузницей профессиональных кадров И бывшему работнику бюро были открыты двери любого предприятия в СССР Сейчас нам странно и сложно думать о Фрунзе с 70-х годов Как центре мирового космического приборостроения Но в 71-м году это на самом деле была такая институция, которая получила признание Стало известно по всему миру Вот это панно из холла здания на улице Токтагула Напоминало о космическом масштабе деятельности ОКБ И международном аспекте его То есть это была часть проекта Интеркосмос Это была советская космическая программа, которая позволила космонавтам и организациям дружественных СССР стран Участвовать тоже в космических полетах Благодаря этой программе в космосе побывали космонавты, не являющиеся гражданами СССР или США Кроме пилотируемых запусков по программе Интеркосмос осуществлялись запуски спутников На которых устанавливались приборы Фрунзенского ОКБ Это кадр из документального фильма Особое конструкторское бюро режиссера Веленского Снятого на Киргиз-фильме в 1982 году И эта карта демонстрирует центральное место Фрунзы В системе космического приборостроения с помощью анимированной карты Она там в фильме анимирована Где столица Киргизской ССР соединена связями международной кооперации Не только с соц. странами, но и с Францией Такие нью-васюки в каком-то смысле Здесь нам важно помнить, что космическая сфера была связана с военным производством То есть она была милитаризирована Это было режимное предприятие Вход был столько строго по пропускам Был режим секретности То есть сотрудники должны были подписывать документы Перед поступлением на работу их в месяц проверяли тоже органы и так далее Я уже сказала, что в 80-х Да, в 80-х работало около 1300 сотрудников И заработные платы тоже я посмотрела в архивах Были такие средние То есть они не были выше, чем в среднем по стране То, что получали инженеры, рабочие промышленности и так далее Сейчас у меня остается около 10 минут Я хотела бы раскрыть из названия Я говорю об обещаниях коммунизма То есть обещания, которые воплощались в ОКБ и Ки Я немножко поговорила об обещании социалистического развития региона Теперь обращусь к обещаниям космоса и неотчужденного труда Ну, космос, мы знаем, это был объект живого интереса широких масс И не только избранных единиц в СССР И она была очень широко представлена в популярной культуре И как бы наиболее ярко отразилась в научной фантастике Которая была очень популярна И вот тоже воспоминания одного из бывших сотрудников О том, когда он мальчиком стал свидетелем запуска первого спутника Он говорит, для нас запуск первого спутника был за гранью понимания Тем не менее, это было серьезным толчком моей любви к фантастике Которой, скажу, я увлекся очень сильно Читал все, что попадалось под руку Брэдбери, Кларка, Стругацких, Толстого, Беляева Книги тогда передавали из рук руки И взахлёб потом рассказывали друг другу, кто что прочитал То есть мы видим, что потом же был первый полёт человека в космос И все дети мечтали стать космонавтами И из таких репрезентаций мы уже обсуждали В прошлом очень яркая репрезентация Это фильм «Кочевья космонавта» 1983 года Мы ещё также посмотрели в ретроспективе Киргиз фильма о научно-популярном кино О группе школьников фрунзиских Которые организовали кружок Где они готовились физически и теоретически к полётам в космос Мы знаем, что, например, первый отряд космонавтов из 20 человек В котором был Гагарин Вошли также два выходца из Киргизстана То есть, в принципе, вовлечение было очень широкое Интерес был огромный И, в принципе, теоретически все могли полететь в космос Конечно, не все сразу могли полететь в космос Но всё равно многие были задействованы в работе, связанной с космическими полётами Поэтому работа в ОКБ и Ки Она сочетала в себе вот эту романтику космоса И вот этот образ труда идеального Он интеллектуальный, и он труд рабочего пролетария Когда мы смотрели фильм, тоже Киргиз-фильм 1982 года об ОКБ и Ки Там подчеркивалось, насколько производство здесь имеет уникальный характер Не массовый, а единичный Что работа инженеров и рабочих ОКБ Она представляется как творческая Средни работе художника То есть, такой вот неотчуждённый труд Станислав Фёдорович Скачила С которым я беседовала тоже Бывший сотрудник института То есть, бюро Так же, как и другие люди Опубликовавшие свои воспоминания в интернете Сравнивают свой опыт работы в ОКБ и Ки С атмосферой, описанной в фантастической юмористической повести Братьев Тургатских Понедельник начинается в субботу Которая была опубликована впервые в 1965 году Это одно из таких своеобразных воплощений советской утопии 60-х годов Где обсуждается художественная реализация мечты авторов О возможности для современного талантливого человека Сосредоточиться на научном творчестве и познании тайн вселенной И в описанном Стругацкими научно-исследовательском институте чародейства и волшебства Ничего Ученые и маги занимаются проблемами человеческого счастья И смысла человеческой жизни И конструированием идеального человека И сотрудники Ничего настолько поглощены своей работой Что не любят выходных и праздников Которые им было скучно Поэтому их девизом было Понедельник начинается в субботу И даже там такой момент есть в книге Когда канун Нового года И как бы там строгий режим Что в институте никого не должно быть Но оказывается, что все сотрудники вышли на работу И там каких-то своих дублей отправили праздновать Вот То есть вот когда скачала мне рассказы Он говорит, что Вот он разрабатывал свой первый прибор Блок фильтров, который обеспечивает Бесперебойное функционирование оборудования на борту космического аппарата Он чувствовал большую ответственность Но и воодушевление Вот цитата Хоть и тяжело было, но я обложился литературой И работал день и ночь, можно сказать Тут ведь какой вопрос Это было настолько увлекательно Настолько интересно Что люди не замечали того, что они отдают Работали из-за всех сил И не только я Все так работали То есть он рассказывал о том, что он и до этого, где работал на предприятиях И после он никогда с таким духом больше не сталкивался То есть вот он нашел возниститут и сразу почувствовал этот дух И он напрямую ссылался именно на понедельник начинается субботу То есть его потрясла доброжелательная атмосфера в коллективе Вскоре он стал активным комсомольским массовиком-затейником Организатором праздничных мероприятий, спектаклей, прочей самодеятельности То есть как бы сотрудники бюро Они вот Это вот различные фотографии из архивов То есть они занимались самодеятельностью Они ставили спектакли, которые сами же писали Ездили с такой агитбригадой по другим предприятиям И даже по каким-то деревням По сельской местности Вот, то есть как бы Такой был очень коллектив Сплоченный И прям все об этом говорят Во всех воспоминаниях Какой был замечательный коллектив Какая была замечательная атмосфера В институте И, ну, как бы у этого есть, конечно, и обратная сторона В книге Стругацких тоже есть очень ярко выраженные сатирические мотивы В ней высмеиваются всякие приспособленцы, бюрократы, жулики от науки И вот, например, когда я просматривала архивные документы ОКБ и Ки Периода перестройки Там был протокол заседания профсоюзной организации Там, в общем, уже такая Контекст экономика дефицита То есть не хватает мыла, там не хватает сахара Не хватает еще чего-то В общем, это все обсуждается В профсоюзном заседании И вот из протокола премии конференции 89-го года Становится известно со слов некоего Беляева В. сотрудника 7-го отдела ОКБ Что в курилках говорим часами о работе А на рабочих местах до обеда говорим о Кашпировском Идет перестройка Много проблем Партийная и профсоюзная организации ОКБ Контрпропаганды не ведут Мы потеряли веру во все, законы, указы Посмотрите на наших дачников В понедельник они еле приносят тебя на работу Три дня отходят А четверг и пятница занимаются изготовлением приспособлений для дачи То есть здесь уже люди Это не те люди, у которых девиз понедельник начинается в субботу Они уже чувствуют себя отчужденными от этого труда Ну и конечно же там выявляется тоже из архивных документов такие моменты Что производство было вредным Тоже профсоюзная организация выдавала молоко за вредность Какую-то униформу Какие-то дополнительные дни отпуска и так далее То есть они естественно работали с радиоактивными материалами Рентгенами и так далее То есть полностью идеализировать такой труд я не склонна Вот и в качестве печального послесловия Последнее это как бы что случилось с ОКБ ИКИ После того как СССР перестал существовать Это вот ОКБ ИКИ сегодня В феврале 1992 года ОКБ ИКИ стала производить Подведомственно Министерству промышленности независимого Кыргызстана И переименована в ОКБ АЛАМ То есть тоже космос соответственно на кыргызском языке Первоначально находившаяся в государственной собственности Однако уже к концу 1992 года ОКБ становится акционерной фирмой В 2004 году фирма преображается в открытое акционерное общество Ценное научное оборудование распродано в первые годы независимости Вот об этом агентству КАБАР сообщил экс-директор ОКБ ИКИ Толанду Курманалиев Многие сотрудники перебрались в город Тарусу Где был создан подобный нашему конструкторский центр И сейчас в том здании, где было ОКБ ИКИ действует чвейное производство Сдаются в аренду помещения различным бизнесам И парикмахерские, и все что хочешь Согласно уставу ОАО АЛАМ Осуществляет производственно-хозяйственную деятельность, направленную на получение прибыли В рамках постсоветской конверсии предприятие какое-то время занималось производством товаров массового потребления Мягкой мебели, обогревателей, ювелирных изделий, посуды и выполнением спецзаказов от предприятий местной и зарубежной промышленности И все работы по научно-космической тематике были завершены в 2007 году В связи с чем было принято решение о ликвидации первого секретного отдела И передаче всей секретно-технической документации в Госархив То есть в данный момент предприятие существует, но в основном за счет прибыли от сдачи помещения в аренду Продолжение следует...